Всех приветствую на своем канале. Лариса Гузеева, как и Валерий Гаркалин, лечились от коронавируса в московской клинике. Телеведущая говорила, что актер не привился, а позже призналась, она соврала. Началось все с того, что в беседе с подписчиками Гузеева начала доказывать необходимость вакцинации, заявив, что у Валерия Гаркалина не было прививки. Он лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки, сказала звезда шоу «Давай поженимся». Ее также поддержал бывший продюсер группы премьер-министра Евгений Фридленд, который к тому же добавил, он не прививался, у него был купленный сертификат, сам в больнице признался. При этом родные умершего актера остались, мягко говоря, в шоке от таких слов. По их данным, артист привелся к Ави Вакам, после его сделал двухфазную «Спутник Ви». И уже после этих слов и Гузеева, и Фридленд начали отказываться от своих слов. Продюсер сказал, у него неправильно поняли фразу «купленный сертификат». А Лариса Андреевна написала, что о том, вакцинировался ли он, ей ничего не известно. В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался. Ответила в пику, не зная, привит он или нет на самом деле. Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия. Я не стремилась улечить Валерия, а наоборот, хотела защитить его от свора сумасшедших, которые за счет его имени хотели доказать свою правоту. Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру, сказала телеведущая. Она также подчеркнула, что никогда нигде не говорила о том, покупал ли Гаркалин сертификат или нет. При этом, по нынешним законам, Гузеевой может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность, если родственники захотят засудить звезду. Действия телеведущей подпадают под статью 128. Первая часть 2 УК РФ «Клевета», совершенная с использованием в сети интернет. Наказание предусмотрено серьезное, от штрафа в размере до 1 миллиона рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом, сказал адвокат Андрей Алешкин. Он подчеркнул, если написать грамотные заявления, то с Гузеевой можно получить миллион рублей. А Ларисе Гузеевой хотелось бы напомнить об ответственности не только юридической, но и человеческой. Ей не стоит забывать, что она является публичным лицом, а ее страница в соцсетях, официальным аккаунтом. Поэтому, размещая какие-либо заявления, ведущая должна понимать, что они могут быть перепечатаны в СМИ, как ее прямая речь. Для прессы любые комментарии в соцсетях. Такой же источник информации, как и публичные выступления. Если же Гузеева была не уверена в своих словах, то ей следовало написать оговорку, по моему мнению, которая может не соответствовать действительности, сказал юрист. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.